Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я вам покажу свои покупки с Валберис и с магазина Аптеть. Покупок немного, хотела дождаться еще заказ, сделала на сайте фитокосметик, но неделю уже никак они бедные отправить не могут. Поэтому, чтобы уже пользоваться теми вещами, которые я купила, я покажу вам сейчас то, что у меня имеется в наличии на данный момент. С фитокосметикой начнем. Заказала я на Валберис за 126 рублей вот такое крем-мыло. Десерты красоты. Это уже довольно-таки старая у них линейка. Уже этого мыла днем с огнем не сыщешь на сайте. У них тоже, по-моему, один какой-то вид. Ну и на Валберис я только такое нашла, поэтому решила взять. Это у нас нежный тирамису, крем-мыло. Кстати, еще не открывала его. Хотела попробовать аромат. Смотрите, оно даже цвета такого кофейного. Ну и аромат, конечно, очень-очень вкусный. Классные ароматы у этого мыла. А, по-моему, фисташковое еще было, но я его уже пробовала, поэтому хотелось какое-нибудь новенькое взять. Воздушные сливки, миндальное молочко и масло золотистой мелиссы. Ух ты! Пахнет миндалем. Буду с удовольствием пользоваться. Здесь 320 миллилитров. Хорошая цена. И также из фитокосметик я взяла три скраба для тела своих любимых. Когда-то продавались в фикс-прайсе эти скрабы. Они зеленого цвета. И у них вообще потрясающий такой аромат. Тут лимонно-мятный какой-то, летний, очень классный. Вообще хорошие скрабы. Ну, маленький, конечно, объем. Здесь всего 120 грамм. Они были запаяны, продавались набором. Можно и по одному купить. Но один стоит 150 рублей примерно. Конечно, это дорого. Это вот самая низкая цена. Ну, я считаю, что это дорого для одного скраба. Потому что, ну, что здесь на три раза. Вот в фикс-прайсе, когда они продавались по 50 рублей, это, конечно, самая такая хорошая цена. По-моему, на фитокосметик, по-моему, тоже они были. Ну, в общем, мне понравилось то, что набор из трех штук стоил 250 рублей. Я посчитала это выгодным и решила взять. Я, наверное, эти коробки повыбрасываю. Неудобно в них хранить. А тюбички оставлю. Классный скраб, очень люблю его. Он солевой идет. Белый уголь, цедра лайма, перечная мята и морская соль. В гипермаркете окей, случайно я увидела. Даже сначала увидела. Просто в пакетах таких больших тетропаках, вот как молоко, да, продается литровых. Были гели для душа от Lepetit Marseille. Я не знаю, конечно, насколько удобно из такой упаковки пользоваться. Наверное, не очень. Но, как бы, в целях сохранности, так скажем, окружающей среды, да, это такая экологичная упаковка, действительно. Не пластик. К сожалению, наверное, может быть, или попробовать. Вот этот гель тоже долго у меня на Валбересе лежал в корзине. 250 рублей примерно. Его цена была ниже, не опускалась. Лежал-лежал. В итоге я удалила. Что-то меня, в конце концов, жаба задушила. Не захотела я покупать. Здесь 320, по-моему, 310 миллилитров где-то я видела. Было написано. Кстати, производитель русская косметика. И это у нас, а, вот уже написано, 330 миллилитров какое-то молочко кешью, вот, и экстракт плодов кофе-арабики. Я даже не смотрела, какие там еще есть. Была вся линейка вроде как представлена. Ну, там что-то миндаль, что-то в этом роде, в общем, кокос. Я хотела именно кофейный такой. Везде написано «Не употреблять в пищу». Ну, давайте откроем, что ли. Интересно. Интересно же. И действительно, вот, когда продукты покупала, и вот этот вот гель чуть вместе со всеми не поставила в холодильник. Ну, а поставила бы, может быть, точно себе налил или хлебнул бы из горла. Так что, думаю, надо быстрее его прибрать. Стоил он 170 рублей. Так вот выглядит. Что-то кофе я здесь особо не чувствую. Больше пахнет, знаете... Нет, есть кофейная нотка, да, с орешками. Ну, в общем, интересно будет, конечно, попробовать. Даже и не скажешь, что здесь 330 миллилитров. Кажется, такая миниатюрная упаковочка. Вот, буду пользоваться. И взяла еще там ватные диски вот такие, то, что надо. Не помню уже цену, если честно. Еще одна покупка на Валберис. Тоже долго у меня лежала. Это расческа, ну, в корзине Tangle Teaser. Я не признаю никаких аналогов этих расчесок, потому что это все фуфлой. То, что в фикс-прайсе продается. Покупала также в Арифлэм. Сейчас я их, наверное, вам все принесу, покажу. У меня есть оригинальный Tangle Teaser. В Эйване сто лет назад уже покупала. Ей ничего не делается. Ну, не знаю, лет шесть ей, наверное, уже точно есть. Вообще классно, хорошо расчесывает волосы мокрые. Я всегда мокрые волосы расчесываю, потому что, если я их не расчешу, то потом я буду одуванчиком. И потом также купила вот такой типа аналог в Арифлэм, как вы видите. Стоила она 350 рублей, вот такая малявка. Но это совсем вообще не то. Во-первых, у нее жесткие зубчики, но это полбеды. Она вообще не расчесывает. Я не могу ей расчесать волосы. Спрашивается, зачем она тогда нужна. Хотя, вот тоже, видите, вроде разной длины. У меня волосы не густые. И даже вот кажется, как будто бы, хотя вот вроде бы одинакового размера зубчики. Ну, такое ощущение, что он не прочесывает до конца, не достает до кожи головы. Если этой расческой массаж, например, хорошо даже делать. Когда я стала ей пользоваться, у меня начали, наконец-то, расти волосы. Такие расчески тоже есть на Валберис. И вот от этой же марки я взяла вот такую расческу. Я хотела такую же, только с ручкой. Но что-то я не нашла. Были немножко другие. Пришло все вот такое вот мятое, перекошенное. Поэтому, если вдруг брать на подарок, то, наверное, надо смотреть. Если в таком виде придет, то, конечно, лучше отказываться. Здесь она была еще в пакет упакована. И это, как заявлено, расческа для сушки феном. Тоже она вот такая вот зеркальная вся. В разных цветах. Это была самая дешевая розовая. Но мне, в принципе, все равно. Здесь уже такие более редкие зубчики. Ну, для сушки феном, потому что со сквозными отверстиями, так скажем. Хорошо расчесывает. Я сначала думала, ой, куда думаем, такие редкие зуби для моих-то жиденьких волосюшек. Ну, нет, хорошо тоже и расчесывает, и массаж головы. Я феном еще с ней не сушила. Просто так же расчесываюсь. Просто мне нужно было, чтобы у меня было в разных комнатах. Потому что я то, бывает, где у меня там плойки, все это лежит в комнате. Уже там свет выключу, пойду спать. И не хочется уже туда возвращаться. Надо еще, чтобы лежала у меня в прикроватной тумбочке, чтобы я могла расчесаться прямо перед сном, например. Ну, в общем, взяла еще вот такую. На них уже давно, на Валберес, большие довольно-таки скидки. Потому что расчески сами по себе дорогие. Больше тысячи рублей стоят. И огромные там скидки, прям за 530 что ли рублей я взяла ее. Она очень легкая такая. В бассейн тоже с собой ее беру, чтобы потом расчесаться. Потому что голову там не мою, никакими бальзамами не пользуюсь. Поэтому все равно волосы мокрые, вообще ничем не расчешешь. Для меня это мастхэ всех времен и народов. Ну и последнее, что покажу. Ну, вишенка на торте, как говорится. Это палетку теней. Как известно, у компании Essence и Catrice вышли лимитки. Я так думаю, что это все-таки лимитированная коллекция будет. Disney с принцессами есть. Есть просто там с животными всякими. Там Дамба, Бэмби и так далее. Собачки там всякие. Много палеток. Мне хотелось... Я хотела сначала две палетки взять. Но потом что-то подумала, дороговато. Решила одну пока взять. И выбрать из принцесс. Из принцесс от Essence я выбрала Рапунцель. Так что, Юля, ты не угадала. Это не жасмин. Жасмин я как-то и не рассматривала к покупке. Потому что там очень много фиолетовых таких вот оттенков. Я не очень часто им такими пользуюсь. Агромадное зеркало здесь. Закроем. И вот такая вот палитра. Это прям моя любимая палитра такая. Розово-бордовая. Я уже немножко попользовалась. Почему и торопилась вам показать. Потому что хочется попробовать. Но пользовалась такими оттенками, чтобы не нарушить рисунок. Чтобы посмотреть. И я даже свочи не делала, чтобы ничего тут не смазать. Вот этим оттенком пользовалась. И вот этим вот два раза. И мне кажется, это идеальная палитка для тех, кто пользуется, например, одним оттенком теней. И зачастую некогда просто утром рано. И так встаешь полшестого. Еще там какие-то макияжи вырисовывать. Хочется по-быстренькому накраситься. И пойти. Ну вот, кстати говоря, она и не смазалась. Ну вот такой оттенок есть. И это смазывается. Во всех палетках почти что. Вот этот мне очень интересен. Качество порадовало. Ну, тени от Essence мне в принципе нравятся. У меня есть палетки. И я все-таки решила, что, наверное, возьму еще. Не знаю, с этими, с принцессами. Наверное, не с принцессами. Наверное, что-то из животных там выберу. Дамба мне понравилась, палетка. Вот этот такой маленький рефильчик. Ой, он какой-то дуахром. Набирать его, конечно, вообще. Смотрите, видите, розовым отливает. Матовый. Вот эти вот шершавые, такие как песочные. Ой, ну давайте, сейчас все попадает. Ага. Ух ты, какой он красивый. Надо же. Конечно, у меня, думаю, дофига подобных оттенков. Но это такие, самая ходовая такая палитра. Ежедневная, можно сказать. Поэтому я точно уверена, что я ими буду пользоваться. Очень меня, конечно, порадовало. И знаете, вот нисколько, даже не жалко 700 рублей. Поэтому, кстати, со зверюшками еще дороже. По 850. Тоже красивые, такие классные. Вообще матовые. Ну, я решила так. Раз их так много вышло. Сначала-то я думала, может быть, их там штуки 4 вышло. Так я думала, может быть, все возьму. Ну, как оказалось, и в Essence, и в Catrice много вышло таких палеток. Поэтому думаю, ну, наверное, как-нибудь там с каждой зарплаты по одной, что ли, буду покупать. Может быть, где-нибудь через полгодика они уже будут дешево стоить. Потому что вот те палетки, которые я в свое время покупала, также за 700 рублей, за 800. Сейчас уже стоят 350. Классные. Классные тени. Вообще я очень довольна. Так что к покупке рекомендую. И сейчас пока уже начала ими пользоваться. И следующую косметичку обязательно возьму. Здесь, кстати, где она? А, вот она прилипла. Кленочка была. Вот так и заклеена. И просто в пакетике. Ну, она, конечно, в пупырку все было упаковано. Хорошая упаковка такая. Из твердого картона тоже. Что даже если грохнется, мне кажется, не рассыпется она. Крепкая довольно-таки. Вот. Одни принцессы вышли у Эссенс, другие у Катрис. Поэтому для разнообразия, наверное, от Катрис возьму палеточку какую-нибудь. Со зверюшками. Красивые, в общем, тени. Все. На этом я буду заканчивать свое видео. Потом уже как-нибудь дождусь фитокосметик и покажу, что заказала там. Я надеюсь, в скором времени все-таки придется ко мне посылка. Большое всем спасибо за внимание. И до новых встреч. Пока-пока.